Разбитые скамейки, жестяные заусенцы на горках, мусор и разбитые дорожки. Так встречал посетителей сквер-строителей еще год назад, когда Людмила Изосимова обратилась за помощью к губернатору. Парк был полностью разрушен. Здесь стояло кафе, постоянные были люди, которые неадекватные. Когда я это все посмотрела, мне пришлось написать письмо Морозову Сергею Ивановичу. Морозов Сергей Иванович вышел с этой инициативой сюда в парк. Пришел и сказал, что парк нужно сделать. Делать начали почти сразу. Сначала, правда, выяснили, что по договору аренды за состоянием зеленой зоны должен был следить бизнесмен. Но его кроме дохода ничего не интересовало. После многочисленных судов дельца лишили права аренды этого участка. В 2018 году мы сделали центральную аллею, установили скамейки и урны, сделали освещение. В этом году у нас было запланировано и проторгованы работы по устройству забора, по устройству дополнительных тротуаров и дорожек, спортивные площадки, детские игровые комплексы. Эти все работы будут выполнены у нас до конца августа. Сквер строителей далеко не единственный, где ведутся работы по благоустройству в рамках национального и регионального проектов. В 2019 году на территории Ульяновской области финансирование их составляет 532 миллиона рублей. Из них 372 миллиона поступило из федерального центра, 160 из областного. По области будет благоустроено 82 дворовые территории, 24 общественных пространства, в том числе парки. В областном центре это 16 дворовых территорий и 8 общественных территорий, вот этот парк в частности. И на это заложена сумма порядка 225 миллионов рублей. Средства очень большие, работы много. Высокий контроль качества на всех этапах выполнения работ обеспечивают чиновники и общественники. И если еще несколько лет назад такой тандем казался невозможным, сегодня это, пожалуй, лучшая гарантия качества. Павел Половов, Александр Кудряшов, Новостьюл Правды ТВ.